Весна незаметно перешла в лето. Начался сезон отпусков. Кто-то сейчас отдыхает на море, загорает, купается. Хорошо. Кто-то на берегу речки или озерца уютного расположился в костерка, травит байки, наливает по маленькой и, отгоняя комаров, вспоминает все леснасти готовы для утреннего клева. И, вспомнив, что все, лениво жмурится от удовольствия, подбрасывая дровишки в огонь, представляет себе завтрашнюю рыбалку. Ну и, конечно же, солидный улов. Кто-то мчит в карете скорой, спеша на помощь другому, боясь одного не успеть. Кто-то нервничает у стен родильного дома, беспрестанно куря одну за другой, ожидая с минуты на минуту появления на свет своего продолжателя. Кто-то его успокаивает, говоря такие лишние и такие нужные в этот момент слова. Кто-то сейчас этого продолжателя рожает в муках, а кто-то ей в этом помогает. Так и течет жизнь большого города изо дня в день, из года в год, не прерывая свое движение ни на миг. А кто-то, например, сейчас выходит в эфир, чтобы в который раз торжественно произнести. Друзья, и снова на телеканале Сити антигламурная программа «Неформат», в которой я и ее ведущий Александр Егоров продолжаю знакомить вас с яркими и неординарными творческими личностями, достойными вашего внимания и уважения. Доброй вам всем ночи. Здравствуйте. С сегодняшним гостем мы знакомы тысячи лет, но как-то ни разу толком не общались. Все вскользь, на бегу. То он был увлечен своим очередным детищем и, не замечая ничего, вокруг пер, как танк напропалую к одному ему известной цели. То я отвлекался на свои сюжеты и тоже по сторонам не смотрел, шоры мешали. Так они сподобились. А тут как раз, видно, и подошло. Времечко нам свидеться и переброситься парой другой фраз. В гостях в «Неформат» один из отцов-основателей знаменитой группы ВВ, хедлайнер и идеолог еще нескольких интересных команд. Гитарист, певец и композитор. Рокер с почти 30-летним стажем. Страшно подумать. Юрий Здоренко, собственно, персоной. Здравствуй, Юлочка. Здравствуй, Саша. От тебя видимо, дорогой. Взаимно. Сразу смотрим твою визитную карточку, чтобы для тех, кто не в курсе, ситуация максимально прояснилась. Юрий Здоренко. Гитарист, співак та композитор. 82-го року разом з Олександром Піпою створюють свій перший гурт «Сос». 86-го стають авторами нового проекту «Воплі від Оплясова». 93-го. Здоренко прощається з ВВ та засновує гурт «Я-Я-Я». 96-го розпочинає роботу над проектом «Індиго» і записує одноіменний альбом. 2002-го року Здоренко та Піпа створюють группу «Борщ». 2008-го заявляється сольний проект Юрия під назвою «Хаш». Значит, «Борщ» приказал долго жить. Теперь у тебя «Хаш», а у Саши Піпи – трактор. То есть ты теперь выступаешь по острым армянским мясным блюдам, а твой соратник Піпа остался верен металлу. Ну, не совсем металл, конечно, там такой андеграунд, такой жесткий. А «Хаш», в общем-то, хорошее. Ну, ты знаешь, что такое «Хаш»? Да. Это армянское блюдо. Мясное, армянское. Причем мне понравилось название, я почитал, что очень эффективно снимает похмелье. О, хорошее, хорошее. Такая актуальная тема. Рецепт, потом рецепт. Вообще, я так сильно не заморачивался. Думаю, так, знаешь, как-то надо какое-то название. Это такое каторга, такая выбрать название нового проекта. Это просто такое мучение. Да, да. Вот. И я так думаю, ну ладно, взял кулинарную книгу, после борща думал, какое-то блюдо найду, нашел «Хаш» и запустил. Твоя творческая жизнь – сплошной эксперимент. Проекты меняются, не успеваешь к ним привыкнуть. Тебе быстро наскучивает однообразие или это неуемная жажда чего-то нового? Ну, это, наверное, скорее всего, моя такая натура, такая неугомонная. Знаешь, что-то хочется все время попробовать, новое, чтобы пощупать. Так вот, ну, много идей. Огромный творческий потенциал, так скажем, у нас с Шуриком, кстати, который, так сказать, вот не вместился в борщ. Да, да. И пришлось… Выпал из борща. Да, и пришлось сделать из одной хорошей группы две, две, еще более хорошие. А чего, здорово. Огромный творческий потанцевал. Да, да. В какой из групп тебе было наиболее комфортно? Так, в общем-то, везде было, в каждой группе, то есть нормально. Знаешь, ну, ты как-то живешь каким-то периодом, вот у тебя есть какая-то группа, там, ты отдаешься полностью, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, там, например, ВВД. Потом как-то в каком-то этапе уже становится… Неинтересно. Неинтересно, да, там, как-то зацикливаешься, там уже… Или творческий кризис начинается. Хопа, начинаешь что-то пробовать. А потом что? Я-я-я был потом, да? Да, знаешь, увлекся этим американским мейстримом, Айросмитом. Думаю, оба-на, надо что-то такое сделать. Закосить под Айросмитом. Да, да, закосил, что-то покосил, покосил, неинтересно. Не хочется, да, да, да. Все, забросил это дело. А потом, кстати, я пробовал такое, у меня такая, я слушал много музыки в стиле Нью Эйдж, ну, да, Майония, там, вот такое. И тоже попробовал сделать такой вот романтический проект, записал несколько песен, назывался «Индиго». «Индиго», я помню, я помню. То есть так интересно. Ну, это и так для друзей… Пластинка выходила, по-моему. Да, небольшой диск вышел, там, маленьким тиражом. Ну, это вообще для друзей так я сделал, для себя, там, для близких. Ну, какой-то период, наверное, в твоей жизни был, потому что так просто с «Индиго» не перескакивает. Что-то в жизни менялось тогда у тебя? Да, какой-то, вот можно назвать, такой был медитативный период, такой длительный. Знаешь, как-то ушел так в сыроедение, в медитацию, в лес, перестал пить водку. Эзотерика. Да, да, да. Вот, как результат, так сказать, вот такая музыка. Очень здорово. Да, классно так. А потом опять все вернулись. Вернулись куда? В борщ вернулись? Да, пришлось похулиганить. Что-то захотелось, что-то такое острых музыкальных ощущений. И что, удалось? Так получилось, борщ. По-моему, хорошо пошумели. Пошумели они, Кис. Хорошо, давай, последний проект твой «Хаш». А, кстати, он последний? Я не думаю, что последний. Что за музыка в нем, кто музыканты? Поподробнее. Ну, я не знаю. Это так, как сказать, в общем-то, она немножечко так, как бы на базе борща. Ну, я не знаю, как сказать. Альтернативная попса. Альтернативная попса. Да. Это в любом случае не формат, получается. Да, да. Ну, такой, я не знаю, как это назвать. Такой панк-шансон. Что-то такое. Класс. Панк-шансон. Да, что-то такое, какой-то синтез. Намешал ты неслабо там. Да, я люблю экспериментировать. То есть там есть, значит, основа такая панковская, но такая спокойная, то есть без жестких гитард. Ну, запишем альбом, послушайте. На каких студиях вы записываете материал? В общем-то, ну, пока сейчас на домашних студиях все там собираем. Хом-хом. Да, хом-студия, как обычно. А там уже посмотрим, где запишем. Тоже, ну, я думаю, такая альтернативная какие-то студии. Так вы в подготовке материала? Материал готов. Готов материал. Демо написан, но еще не записан. Да, записан демо 10 песен. Десять демо, да. Кому-то показывали из сильных мира сего? Нет, нет, так друзья пока слушают и нормально. То есть без продюсерства, без какого-то... Ну, как обычно, то есть, да. А как пробиться, как обычно? Надо же где-то клипы снимать. Ну, у нас будем делать концерты, как все. Ну, то есть выступать. Концертное видео? Да, концерты, ну, в общем-то. Где выступать собираетесь? Клубы. Как приполучится. То же самое, в принципе, что делали до этого с Борщом. А когда вы с Борщом делали, концертное видео вы же размещали. Кто его размещал где-то, чтобы вы увидели? На каких каналах, где это можно увидеть вообще? Вот все твои проекты, они какие-то совсем альтернативные. Где люди их могут посмотреть? На каком телевидении, на каких интернетах, на каких сайтах? Ну, вот Борща везде можно посмотреть. Ну, в интернете можно набрать там. Мы смотрим обратную сторону Луны, где о нашем гости будут говорить коллеги и эксперты. Человек маленького роста, очень большого таланта. Я никогда не думал, что я панк, пока я не услышал группу Бош и группу Хаш. Респект и уважуха. Напевно, чтобы больше рассказать, нужно больше, чтобы было общаться. Мы так, знаешь, нібито знаем один одного, ніби там спілкуемся, но как про человека тяжело мне что-то сказать, мы, напевно, что мало горилки разом выпили. Легендарный гитарист першого склада ВВ, когда я еще учился в школе, они уже валили панк-рок по повной программе, я ходил на концерти. Дуже энергетичный дядько, мае свой взгляд на музыку и мае багато позитивної энергетики, яка как раз притаманна справжньому хард-року и взагалі року. Тобто, він абсолютно рокмен, однозначно. Юрко Здоренко, особисто незнайомі, перетиналась на майданчиках. Ну, дійсно, більше навіть він для мене почав з'являтися саме і асоціюватися з проектом «Борщ», але нічого такого, знаешь, особистого з цією людиною я не повязую. Юра Здоренко мне всегда был симпатичен, как человек. Я слышал, до сих пор у меня есть кассеты, которыми обменялись, когда познакомились. Мне его творчество гораздо ближе, то, когда он один сочиняет. Скорее всего, что не выходили компакты у него, ни кассеты, ни компакты. Вот это вот мне ближе, чем то, что он делает в общем. Ну, в общем, как в группе «Борщ» тоже нормально. Юра Здоренко талантливый человек. Самое интересное, я с ним лично никогда не был знаком, хотя постоянно его рядом видел. Я был знаком и хорошо знаком с Олегом Скрипкой. Еще в те времена, когда мы вместе занимались в театральной студии у Черкова. И вот, когда я его видел, он постоянно вызывал такое чувство симпатии. Хотелось улыбаться. Вот он стоит, молчит, но у него такое энергетическое обаяние, которое вызывает у тебя улыбку помимо твоей воли. И вот это вот тот человек, которому хочется, на которого просто приятно смотреть. При, вроде такой вот, вроде, ну, ничего особенного, но в этом, в случае, была такая высокая особенность. В эфире «Неформат» наш гость Юрий Здоренко. Ты женат, воспитываешь дочь. Скажи, твоя жизнь изменилась с ее появлением? Ну, конечно. Естественно, я стал более ответственным. Ну, как обычно, любящий отец. То есть, понимаешь, ну, ты же… Я в курсе. У меня двое. Полчертого и полодиннадцатого. Мальчик и еще мальчик, да. Два мальчика, получается. Что нужно делать, чтобы в наше страшноватое время дети выросли правильными? Чтили родители, любили свою страну, уважали старших и так далее. Так, в общем-то, самое главное – любить детей и, так сказать, внимания больше много уделять детям. Их надо воспитывать еще, Юр. Ну… Ты много внимания уделяешь своей дочери? Да, в общем-то, да. Почти все. Вот все свободное время. Все свободное. Сколько ей? Сейчас 10 лет. Как зовут? Серафима. Привет. Привет. Серафимочка? Где она? Там, там она. А, смотри. Это твой папа. Это папа, да. Папа не формат. Знаю, что ты заядлый рыбак. Да, это точно. Хватает времени посидеть с удочкой, помечтать? Обязательно. Каждое лето я найду недельку-другую, чтобы выехать с друзьями. Ну, естественно, со всеми… Со всеми пирожками. Да, да, да. Вот. Выехать, поймать. Мы выезжаем на Десну. Я знаю. Вы на лодке спускаетесь, да? Да, и на лодке. Мигрируете. Да, да, да. И ловим рыбку, вечером костер, выпиваем. Все дела. Гитара. Ну, все замечательно. Я специально под тебя готовил. Начало программы соответствует. Я знал об этом. Здорово, здорово. Тоже мечтаю выбросы. Не знаю, как отпустят. С кем из рокерской тусовки ты дружишь? Да, да. Я, в общем-то, как-то так вот не тусуюсь. В основном, да. Знаешь, как-то вот в основном так с близкими. Вот мы с Шуриком, там еще какие-то там вот музыканты, которые с нами работают. Шурик – это Саша Пипа для телезрителей. Да, да, да. Для тех, кто не понимает, да. Мы как-то с Шуриком всю жизнь так вот начали вместе, как еще ДВВ. Да, да, да. Всю жизнь. Вы уже лет 30, наверное, почти вместе. Да. Все время проекты, проекты. Сходимся, расходимся. Ну, да, здорово. Да, здорово. Хорошо. А какие книги ты читаешь? Ну, сейчас как-то так ничего не читаю в данный момент. Какие фильмы смотришь? Тоже как-то так не приказываюсь. Настоящий ней формат Филки Балки. Да. О чем мечтает музыкант Юрий из Долинга? Мечтаю. Хочется, конечно, ну, как музыкант. Хочется много материала вот есть, хочется его воплотить в жизнь, вот как музыкант, да. Хочется иметь свою студию, вот. И не быть зависимым ни от кого. То есть, знаешь, ну, очень много песен, очень много материала. То есть я пишу разную музыку, то есть даже просто музыку. Мне хочется это все воплотить в жизнь, ну, то есть вот, как музыкант. То есть реализоваться по полной. Да, по полной. По возможности максимально. Да, да. Давайте смотреть видео Юрия Сдоленко и потом вернемся в студию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Аня! Браво, браво. Thank you very much. Да, 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 проект Хаш. В прямом живом звуке проекта не формат. Ну что, ребят, время позднее, хотя бы так уже раз это самое. Расшевелили ночную публику нашу, но тем не менее мы будем закругляться. Спасибо вам, ребята. Два Юры, не один Юра. Спасибо вам за то, что пришли за нашу беседу. Заодно и погорели Юрчик за столько лет. Я желаю вам, ребят, и вашим семьям здоровья, благополучия. Будьте им несчастливы, мудры и, по возможности, богаты. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь до следующего неформата. Спокойной ночи и удачного завтрашнего дня. Будьте здоровы. На сегодня все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова